Всем привет! С вами Бойко Алексей, вы смотрите канал Компьютерный Гений. В этом видео я покажу вам уникальный способ, как устанавливать Arch Linux стандартно, вручную, но при этом вам не нужно будет вводить каждую команду вручную, вы просто копипастите ее, то есть копируете и вставляете в терминал, и установка очень сильно облегчается. Итак, досмотрите это видео до конца. В своей группе по Arch Linux ссылочку вы можете видеть здесь, и сама ссылка на группу будет там под видео. Обязательно переходите по этой ссылке, вступайте в группу. Если у вас будут какие-то вопросы по Arch Linux, то здесь у нас есть люди, которые хорошо разбираются в Arch Linux, и они отвечают на вопросы пользователей и всячески помогают. Итак, давайте приступим. Заходим в меню. Здесь я сделал ссылку на команды терминала, и вот здесь шпаргалка по SSH. Заходим сюда, и все команды, которые вам понадобятся, можете брать отсюда. Итак, первое, что нам понадобится, это установить программу вот с таким названием. Для ее установки вы просто это дело копируете, вставляете в терминал и устанавливаете данную программу. Следующее, что нам с вами понадобится, это знать IP нашего компьютера, к которому мы будем подключаться. Да, я забыл сказать, что в этом случае используются два компьютера. И первый компьютер, который у меня там стоит, мы на него будем устанавливать Arch Linux. А с этого компьютера я буду этим действием управлять. Итак, давайте еще раз. То есть нам понадобится вот эта программа. Она должна быть запущена. Во-первых, она должна быть установлена и запущена на обоих компьютерах. И на том, и на этом. На том она уже установлена и запущена. На этом компьютере она тоже у меня установлена, но еще не запущена. Для того, чтобы узнать IP компьютера, мы вводим вот эту команду IPA. Давайте я вам покажу, как это выглядит. То есть здесь вводим IPA. Жмем Enter. Так, сейчас я с сторону окошка, чтобы вам лучше было видно. И вот здесь, в третьем пункте, мы можем видеть IP данного компьютера по сети. То есть это не интернет IP, а именно вот тот IP, который выдает нам роутер. И на втором компьютере нужно будет вот это проделать и получить адрес вот того компьютера, чтобы мы к нему могли подключиться. Итак, смотрим дальше. То есть эти программы обе мы установили на обоих компьютерах. IP адрес мы узнали того компьютера. Следующая вещь, которую нужно будет сделать, это если у вас включен Firewall, то нужно его отключить, потому что он просто будет блокировать это подключение. Он заблокирует и не даст ничего вам сделать. Либо заблокировать, либо открыть доступ именно для вашего компьютера, если вы знаете, как это делать. Итак, давайте я сейчас запущу терминал. И мы посмотрим, на каком компьютере мы находимся. Для этого я буду использовать программу ScreenFetch. ScreenFetch и здесь мы можем видеть наш компьютер, на котором мы сейчас находимся. Теперь мы запускаем нашу программу, которую мы с вами установили, для того, чтобы подключиться к другому компьютеру. Вписываем вот эту строчку и жмем Enter. Мы получаем вот такое вот окошко, где нужно будет ввести ваш пароль от этого компьютера, то есть от вашего логина. Все, пароль мы ввели. И теперь нам нужно будет подключиться вот к тому компьютеру. Для того, чтобы подключиться к тому компьютеру, мы пишем в самом начале SSH. Далее мы пишем ваш логин на том компьютере. И следующим шагом мы пишем IP, который вы определили в предыдущем шаге. IP вот того компьютера. И жмем Enter. Теперь нам нужно ввести пароль от того компьютера. Ввели. И все, мы вошли. Теперь давайте проверим, в каком компьютере мы находимся. Опять запускаем программу ScreenFetch и смотрим, что нам выдаст. Смотрим. Теперь мы находимся на компьютере Samsung. То есть это уже другой компьютер. А теперь следующий момент, самый интересный. Каким образом мы можем установить Arch Linux на том компьютере. Из этого компьютера. Вот такая вот у нас непростая система получилась. Итак, для того, чтобы установить Arch Linux, мы идем в группу Arch4U. Это моя группа. Заходим сюда. И вот в самом верху группы, здесь вот ссылочка есть на чек-лист. Также ссылка на этот чек-лист будет вот под этим видео, чтобы вы особо не гуляли там по интернету, а у вас была сразу же ссылочка. Итак, что мы в результате имеем? У нас есть чек-лист, по которому мы будем устанавливать Arch Linux и терминал именно с того компьютера, на который мы будем сейчас ставить операционную систему Arch Linux. Окей. Как мы это используем? Мы просто берем команду и копируем ее. Ctrl-C. Далее мы ее вставляем сюда и жмем Shift, Ctrl и V. То есть вставить команду. Жмем Enter. И так далее. По всему чек-листу мы просто берем, копируем, вставляем, копируем, вставляем, копируем, вставляем. То есть вот такая вот простая система. Это на случай, если у вас есть два компьютера. На случай, когда у вас нет второго компьютера, нет телефона и вы не можете воспользоваться чек-листом. Напоминаю, что я недавно снял видео, где я показываю, что в каждой флешке есть txt-файл, в котором есть копия установочной процедуры от ArchWiki. Новая, последняя, там все это есть. Я в том видео показываю, как вы этим можете воспользоваться, делая это все на одном компьютере. Ссылочка на это видео будет вот там, внизу, под этим видео, в описании. Если вам понравилось это видео, тогда ставим пальцы вверх. Подписывайтесь на мой канал, делитесь этим видео с вашими друзьями. С вами был Бойко Алексей. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok